Водосточная система на этой улице была нарушена. И дождя жители частных домов на Лазурной боялись не меньше, чем огня. ЧП во время ливня было неизбежно. Дворы затапливало так, что выбраться из дома было невозможно. И вы знаете, это настоящая беда, когда ты на работе или где-то, а тебя заливают водой, у тебя дома дети. И ты не знаешь, как добраться до дома, как вывезти детей, а потом делаешь ремонт, и опять грибок, и опять болезни и так далее. Ну, в общем, был замкнутый круг. Вы видите наши довольные лица, вы видите наш новый асфальт. Счастья нет предела. Чтобы разрешить вопрос, жители Лазурной обратились в мэрию. Просьба была одна – построить водосток. Ответной реакции ждать пришлось недолго. Сразу же, ну сразу же пошел какой-то процесс. И работа началась. Завезли трубы, стали копать. Но тут же получилось так, что водопроводная труба, которую здесь закладывал водоканал, была гнилая-гнилая. И пришлось и эту трубу даже менять. И даже на это пошла администрация для того, чтобы полностью все сделать. И мэр города в этом отношении принял участие. Поэтому всем большое спасибо. Администрациями города Ядлерского района было принято решение строить ливнеотвод. В роли подрядчика выступило муниципальное предприятие «Водосток». За первое полугодие 2019 года силами мук «Водосток» промыто более 4 километров сетей. Очищено 5 километров лотковой сети. Выполнены монтажи более 1 километра лотковой сети с последующим благоустройством. Аварийные ситуации в Сочи, связанные с подтоплением территории, ликвидируются по плану. В этом году на капитальный ремонт и реконструкцию водостоков из городского бюджета выделено более 44 миллионов рублей.